Друзья, что такое IDO? Самое главное, что об этом нужно знать, то что это один из самых доходных способов заработка на растущем рынке. Это возможность купить токены еще до листинга по цене сильно ниже той, с которой токен будет листиться на бирже. Это не значит, что тут нету рисков, наоборот, огромные возможности всегда ходят в паре с большими рисками. Поэтому это то направление, которому нужно подходить очень внимательно и со всей ответственностью. Мы в последнее время в телеграм-канале прошли очень много действительно качественных иксовых IDO. На текущей стадии рынка это разные цифры. В среднем рынок проекта позволяет делать порядка 10 иксов с IDO. Бывает, конечно, и больше, сильно больше, но бывает и меньше. Из этого видео ты узнаешь всю терминологию, основные принципы, поймешь, как анализирую проект я, на что обращаю внимание и что мне нравится, а что не очень. И понимая все риски, я регулярно инвестирую свои средства в это направление. В этом видео мы поговорим про IDO токена SVGT – Smart World Global. Но начнем мы с общей терминологии. В переводе IDO Initial Dex Offering обозначает первичное децентрализованное предложение токенов. Это возможность купить на децентрализованной площадке токены проекта еще до того, как он появился в продаже на децентрализованных обменниках или централизованных биржах. Пройдемся по основным моментам. IDO или Presale – это механизм или сервис по продаже аллокации токенов проекта до листинга. Аллокация – это объем токенов, которые мы можем купить на IDO. Листинг – это последующее мероприятие, открытие торгов на децентрализованной или централизованной бирже. У токена есть токеномика – это полное описание экономической модели, в которую в том числе входит описание всех раундов продажи токена до листинга. Это могут быть публичные раунды на различных IDO лаунчпад площадках, приватные пулы, IDO на биржах, сид раунды и т.д. Раунды отличаются такими параметрами, как цена на преселе, объем токенов выделяемых на раунд, наличие или отсутствие клифа, перерыва между первой выдачей токенов и последующими, сроки вестинга, объем токенов, который будет доступен к клейму, то есть получение на листинге. Цена на преселе – это цена, по которой мы покупаем до IDO, а цена листинга – это первая цена, которая будет доступна на листинге. На листинге мы часто видим такие картинки, когда цена сразу же вырастает еще на несколько иксов. Но и обратное не исключено, зависит от множества факторов и рынка, и технического и маркетингового уровня команды проекта. На это мы и будем обращать внимание в первую очередь. Вестинг – это модель доступа к своим токенам, то есть к клейму, к получению своих токенов, которая четко дает понять объемы получения токенов, расписанные во времени. Клиф, как я говорил, это перерыв после листинга. А теперь наглядно разберемся в проекте Smart World Global. Начнем с идеи. Разберем рынок применения, биржи, которые могут его залистить в социальные сети, токеномику и само IDO, и как принять в нем участие сейчас. Проект позиционирует свое применение в двух крупных отраслях, которые они условно разделяют на For Life и For Work. For Life – внедрение блокчейн-решений в транспорте и инфраструктуре. Начало будет в регионе Мена – это объединение порядка 20 государств Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Эмират и Катар. Все они лояльны к криптовалюте и очень активно развиваются. В дорожной карте проекта идет речь об интеграции токенов к 2027 году в транспорт и инфраструктуру как платежное средство. На экспо в Дубае было продемонстрировано технически удобное решение для реализации. Второе направление – это For Work – интеграция блокчейна и привычные нам маркетплейсы, где будут около нулевой комиссии на транзакции, быстрые платежи, прозрачное движение средств, все через смарт-контракты, без необходимости переплачивать за все это в отличие от классических процессинговых систем и, само собой, безопасность сохранности данных в блокчейне. Идея красивая, понятная. Давайте смотреть то, что нам даст понимание, что этот токен вообще не пустышка. Первое. О токене упомянула биржа Bitmer в Твиттере. У них, кстати, почти 1 миллион подписчиков. Биржа входит в топ-25 на CoinMarketCap, и это очень хороший момент. Кстати, вы наверняка слышали про биржу MEX. У нее не намного больше – 1,1 миллион фолловеров в Твиттере. А на Gate – 1,3 миллиона. Кстати, на биржах Gate и Bybit тоже появились странички с голосованиями для токена SVGT. Обязательно проголосую за Рост. Кстати, на обоих биржах я партнер, и вы можете получить эксклюзивные условия – 20 долларов за регистрацию на Bybit и нулевые комиссии на покупку-продажу криптовалют. А на Gate вообще X3 к депозиту и целый месяц аирдропов листящихся токенов. Это шикарное условие, но сроки ограничены. Подробнее в Telegram. Заодно можете проголосовать за токен SVGT. Тем более, если раздумываете над его приобретением. Станьте частью команды, помогая им в развитии даже таким незначительным влиянием. Еще по проекту есть статьи в Bloomberg, Business Insider, Yahoo, Blogger Reuters. Команда готовится к листингу. Контракт, кстати, уже можно посмотреть. Адрес доступен на CoinGecko, токен будет в сети ETH. Ссылочку оставлю в описании. Это один из тех проектов, который находится в начале своего пути, но уже сформировал сильную команду. Это вида по подходу и маркетинга, и привлечения инвесторов на первичных продажах. Закрыт уже первый раунд продажи – по 13 центов. Более 2000 ранних инвесторов. И открыт второй раунд – уже по 14 центов за токен. Все на смарт-контрактах. Это можно отследить по блокчейну. Вообще тут достаточно интересно все сделано. Хоть и пресейл проходит своими силами, без маркетинговых агентств и фондов. Все на смарт-контрактах открыто видно. Есть аудит от топовой компании Сертик. Это все говорит и о сильной технической подготовке. Множество документаций для изучения, если кто-то технически подкован в этом. Ссылочки все в описании. Представитель проекта, бывший сотрудник Google, недавно выступал на Binance Live, где они разграли около 15 тысяч долларов на технику, в том числе Apple. Поста розыгрыша посмотрела около полутора миллиона пользователей. Проект выглядит действительно сильно, но всегда нужно помнить о рисках. Мы находимся в мире стартапов и отсутствующей регуляции. Проект может показать десятки, иногда тысячи иксов, но бывают и противоположные результаты. Пройдемся по токеномике. Эмиссия ограничена одним миллиардом токенов. Сжигание обеспечивается во время его применения в продуктах, о которых говорил ранее. Токены команды залочены на 10 месяцев. Ознакомиться с подробной токеномикой можно в презентации. А сейчас идет приватный сейл. После листинга, который подразумевает двухмесячный клифф. 20% в течение трех месяцев. Еще 30% до притяжения 5. Остальные 50% достаточно долгий срок. В целом токеномика ограничивает возможности влияния на цену в начале пути после листинга продажами. Хорошо это или плохо, обязательно посмотрим по результатам и возьмем на вооружение. Обычно дают какую-то часть на старте, чтобы на растущем рынке выйти в плюс после листинга. На самом деле такой подход достаточно редкий. Сама модель продажи проходит на сайте. Ссылка в описании. Регистрация по почте, а дальше все просто. Документация и агрименты. Принятие ответственности и обязательств сторон. Сайт веб 3. Все действия фиксируются на смарт-контрактах. В разделе купить заполняется анкета, выставляется ордер и потом дается время на его оплату. После чего в разделе вестинга можно клеймить согласно вашему распределению. Аудит есть, в целом выглядит уверенно. Подытожим. Как и говорил, и техническая сторона, и маркетинговая. Мне видится продуманный и сильный. Увидел подтверждение по твиттеру от одной из бирж. Остальное пока выглядит понятно. Аудитория очень активна. Кстати, проходит аирдроп. Можете принять тоже в нем участие. После регистрации нажав на кнопку аирдроп. Но риски в этом аидео конечно же есть, как и в любом другом. Ни один проект со старта не может дать уверенность. Но некоторые из них вызывает действительно сильнейшая фома, если они иксуют. А главная проблема инвестирования в стартапы. Это и есть главная проблема инвестирования в стартапы. Мы всегда находим баланс. Но мы же сюда пришли за иксами.